Потерял на секунду концентрацию и ты уже в аутсайдерах. В Сормовском парке прошла первая детская велогонка чемпионки. Организаторы подсмотрели идею в Казани, где подобные старты проходят регулярно. И вот теперь в Нижнем Новгороде самые юные велогонщики могут проверить свои силы в официальных заездах. Всего на трассу вышли 100 участников по количеству напечатанных номеров. Но по факту желающих оказалось намного больше. И это стало подтверждением, что подобные соревнования очень нужны. А вот кому они нужны больше и кому приносят больше удовольствия, тут еще вопрос. Например, сами юные спортсмены гонки отнеслись с полной серьезностью. И педали крутили как могли, и даже финишировали на грани фола. А уж если кто в финале не смог пересечь финиш первым, потом слезы текли, хоть ведерко подставляй. А родители тем временем не жалели ни ладони, ни голосовые связки. Такой поддержке и профессиональный спортсмен позавидует. Да, мне кажется, да. Родители больше. Это такой вот волнительный момент. У меня сын когда участвовал в Казани на соревнованиях, вот это действительно очень волнительно. Как он проедет, как, что, и вот ты замерла, и вот ждешь, как он там на трассе не упал или ничего. В Нижнем Новгороде, к счастью, обошлось без падений. А вот свои чемпионы нашлись в каждой возрастной группе. Например, будущий Армстронг по имени Рома со старта ушел последним. Но с упорством олимпийского атлета он по ходу гонки ушел в отрыв и в финальном заезде финишировал в гордом одиночестве. У меня ничего не было сложного, потому что я даже огнался. Победители и призеры в каждой группе получили замечательные призы. Ну а всем участникам вручили сертификаты об участии в первой детской велогонке. И теперь юные спортсмены будут ждать следующих соревнований, а они планируются уже в мае следующего года. Григорий Ажигин, Ренат Бигбаев. Объективно. Спорт. ННТВ.